Следующее, что мы с вами рассмотрим, это элементы сложности. Более сложные элементы, которые встречаются в программе. Это элементы спичак, перевороты вперед, перевороты назад, темповой переворот назад, фляг. Сейчас мы с вами посмотрим на практике, как они выполняются. Первый элемент это переворот вперед. Переворот вперед выполняется на одну ногу, махмадную толчком другой, через мостик и выйти в положение вперед. Еще раз в стойку. Через мост и подняться руки вверх. Хорошо. Переворот назад нам продемонстрирует Валерия. Сразу нам отставай. И переворот назад. Махом. И встать руки вверх. Еще раз. При выполнении или обучении этого элемента мы с вами выполняем следующую страховку. Ален с Валерием, подойдите. Идем сюда. Переворот назад. Обязательно держим ребенка под спину. И в момент выполнения подмахиваем ногу, бедро назад. Еще раз, пожалуйста. Обратите внимание, где располагаются руки под бедро и под спину. Наклон назад, переворот. И дальше сопровождаем ребенка. Хорошо. Переворот вперед. Это было назад. Идем сюда. Переворот вперед. Выполнение также идет под спину, под бедро и за руку стараемся поднять ребенка. Страховка при выполнении элемента переворот вперед. Медленный. Тоже под спину и под бедро. Хорошо. Дальше. Выполнение элемента спичак. Спичак выполняется. Наклон вперед. Ноги врозь. Опора на руки. Силой выжимаем через стороны. Поднимаемся. Соединяем ноги в положение стойка на руках. Через стороны опускаем ноги и встаем в стойку. Основную стойку. Это элемент фляг. Элемент фляг. Он выполняется из положения стоя руки вверх. Страховка также под спину. Ноги вместе. Ноги вместе. Соединяем ноги. под бедро и под спину. Посмотрите, как выполняется этот элемент. Стоять. Еще раз. Не двигаемся. Если идет приземление, приземление на две ноги. Сохраняй равновесие. Молодец. Хорошо. Спасибо. Спасибо.